С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. За последние сутки в России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба. Таким образом, число зараженных коронавирусом в России выросло до 3548 человек в 76 регионах. Количество регионов сегодня увеличил Ямало-Ненецкий автономный округ, где зафиксировано два случая заражения. По данным Управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу, на сегодняшний день наш регион остается свободным от коронавируса. В режиме самоизоляции находится 91 человек. К гражданам России обратился глава государства Владимир Путин. Нерабочие дни в стране продлеваются. Медицинские учреждения, аптеки, непрерывно действующие организации и ряд других, обеспечивающих жизнедеятельность предприятий, работают в полном объеме. Рабочие дни также органов власти и средств массовой информации. Гражданам России рекомендовано ограничить передвижение по стране. Ненецкий автономный округ имеет прямое авиасообщение с Москвой, где только за последние сутки выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербургом здесь 22 новых случая. За все время пандемии в Архангельске заболели коронавирусом 7 человек. В республике Коми уже 56 зараженных. У наших соседей заражение коронавирусной инфекцией произошло стремительно. И только потому, что всего один человек предполагается, что это врач, вернувшийся из-за границы, пренебрег правилами самоизоляции. У первого заболевшего был большой контакт с большим количеством людей. И вот это наглядный пример того, когда один человек может заразить очень большое количество людей. Поэтому сегодня необходимо строго соблюдать все рекомендованные и обязательные меры безопасности. Важно оставаться дома, максимально ограничить общение и поездки в другие регионы. Авиакомпании уже терпят убытки и из-за низкой загруженности рейсов отменяют авиаперелеты. Так, компания «СмартАвиа» 1 апреля отменила рейс в Архангельск. «ЮТейр» 2 и 3 апреля не летает в Москву. Кстати, компания объявила о введении с 1 апреля возвратных билетов по всем тарифам. Билеты также можно будет обменять на другие даты. Сегодня очень важно оставаться дома. Эта мера, она вообще направлена на то, чтобы прекратить вот тот инфекционный процесс, который есть, чтобы максимально сократить количество заболевших людей. Вот это период, когда нам нужно как можно меньше общаться, период, когда нам нужно как можно меньше переезжать без необходимости какой-то остро важный в другие субъекты, в другие населенные пункты. И поймешь, что только когда мы будем все вместе бороться с этой инфекцией, то мы сможем ее действительно победить. Авиасообщение – это единственная круглогодичная транспортная артерия Неницкого округа, благодаря которой в Заполярье доставляются грузы, почтовые отправления, выполняются санрейсы, осуществляются пассажирские авиаперевозки не только на Большую Землю, но и в населенные пункты округа. В настоящее время в аэропорту предприняты все меры предосторожности. Об этом по телефону вам рассказал нашему каналу генеральный директор авиапредприятия Валерий Остапчук. Они получают аудио, видеоинформацию, могут прочитать информацию, распечатанную на бумаге. Получают багаж и выходят. То есть мы не допускаем смешения большого количества людей в павильоне выдачи багажа. То есть прилетевшие получили всю информацию по коронавирусу, спокойно выходят на улицу и там их уже встречают. Это первое. Начиная с 18-го числа, Здравоотдел выделил из Центральной районной поликлиники трех врачей, которые с помощью обычных градусов меряют температуру. Почему обычными? Я вам объясню почему. Потому что бесконтактная точность их показаний плюс-минус 2 градуса. Мы говорим, мы понимаем, что мы не можем быть абсолютно уверены в точности их показаний. Поэтому обычными градусниками, не ртути содержащими, а электронными или спиртовыми, измеряется температура у каждого прилетевшего пассажира. Есть какие-то жалобы, он направляется в соответствующие медицинские заведения. Пока жалоб таких не было выявлено. А что касается дезинфекции самого помещения? Дезинфекция производится после каждого прилета пассажиров. То есть пассажиры прилетели, они там прошли, производится дезинфекция. Не реже одного раза в два часа. Это как и в зале вылет, а так и в зале прилета. Автобус, соответственно, который передвигается по полосе тоже, да? Конечно. И воздушные суда даже. По крайней мере, наши, те, которые летают по местным воздушным линиям. Оказать помощь с покупкой продуктов и предметов первой необходимости теперь могут волонтеры. Такая поддержка стала возможной после создания волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. Волонтерский корпус начал функционировать с прошлой недели. И за это время по единому номеру колл-центра поступило порядка 50 звонков об оказании различного вида помощи. Обращаются не только жители города, находящиеся на самоизоляции, и люди старшего поколения, но и молодые мамы с маленькими детьми, соблюдающие режим нерабочей недели. Закупка продовольствия или медикаментов, вынос мусора или просто консультации. Колл-центр отрабатывает эти звонки в самостоятельном режиме. Если не получается дать консультацию или помочь, например, нужна медицинская помощь, то перенаправляется звонок в колл-центр по противодействию коронавирусу или просто общается телефонный номер и интернет-ресурс, где можно получить ту или иную информацию. Помощь оказывается бесконтактна, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции. Также по избирательным округам поддержку людям старшего поколения оказывает депутатский корпус партии «Единая Россия». Очень важно, что волонтерский центр работает. Мы фиксируем всю эту информацию официально, и поэтому у нас очень хорошее взаимодействие организовано с нашим волонтерским центром. На данный момент в штабе 15 постоянных волонтеров. Они справляются с объемом работ, но при необходимости штат будет пополняться. Центр помощи волонтеров работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Номер колл-центра вы видите сейчас на своих экранах. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский ввел дополнительные меры поддержки для малого и среднего предпринимательства в регионе. Расширение льгот для бизнеса связано с издержками, которые несут предприниматели на фоне ситуации с пандемией коронавируса в мире. О том, какие меры предприняты Центром развития бизнеса Ненецкого округа, в телефонном интервью нам рассказала юрист ЦРБ Яна Козловская. Центром развития бизнеса рекомендовано проработать возможность предоставления отсрочки по лизинговым платежам. Мы решили, что отсрочка по лизинговым платежам при необходимости будет предоставлена по письменному заявлению лизингового получателя на два месяца. Отсрочка, которая будет предоставляться постепенно, то есть возможность оплаты потом и погрешения при этом остальных лизинговых платежей не будет облагаться какими-то самцами. Также рекомендовано проработать снижение арендной платы за использование помещений без оккубатора на 2020 год. Этот вопрос будет вынесен, соответственно, на комиссию. Сейчас у всех, скажем так, карантинные дни. Как только, я думаю, придем на работу, так сразу заявляем все эти вопросы. Все актуальную информацию по предоставлению льгот для малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса можно отслеживать в официальной группе Центра развития бизнеса в социальной сети ВКонтакте. Заявление об отстрочке лизинговых платежей можно направить на электронную почту nlk.nau.sobako.yandex.ru Такова информационная картина этого дня. Будьте здоровы и берегите окружающих вас людей. Продолжение следует... Продолжение следует...